В Шевченковское отделение полиции поступило сообщение о том, что аптеку на улице Богдана Хмельницкого была открыта дверь и в подальшем ограбили кассиршу аптеки, забрали кассу 300 гривен и также ее мобильный телефон. В ходе дальнейшего проведения мероприятий было установлено, что похищенный телефон одна из жительниц Шевченковского района сдала в ломбард. После того, как мы отработали эту девушку, она нам указала на преступника, 25-летнего жителя города Синельниково, который признался в совершенном преступлении и сообщил нам о том, что хотел совершить кражу, пока спала продавец. А когда она проснулась, совершил грабеж в отношении аптеки. Кассир аптеки проснулась в тот момент, когда задержанный доставал деньги из кассы. Шум в аптеке ее разбудил. Преступник предполагал, что в помещении аптеки ведется видеосъемка и с целью скрыть свою личность он надел маску. Она начала кричать, начала сопротивляться и сорвала с него маску. После того, как она сорвала с него маску, он начал закрывать лицо руками и начал убегать. Открыто уголовное производство по статье 186, часть 3, уголовного кодекса Украины. Это открытое завладение чужим имуществом, связанное с проникновением в жилье или иное помещение. За совершение данного преступления предусмотрено лишение свободы от 4 до 8 лет. Прошел, проходя мимо, увидел, что девочка там спит. Ну и решил открыть дверь. Если бы, когда открывал, увидел, что она проснулась, не лез бы туда. А так просто увидел, что она дальше спит, открывая при этом дверь. Зашел туда, взял, что мне надо было и ушел. Это так, ну, мысли такие спонтанно у меня получились, что просто нашел эту маску, как бы она была в кармане и решил не воспользоваться. Скажите, что именно в аптеке вы взяли? Телефон и деньги. Сколько было денег в кассе? 300 ревенда. Куда вы их потратили? На личное свой нужно. А телефон? Телефон заложил в ломбард. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ